Основатель Викиликс остается под стражей. Британский суд отказал ему в освобождении под залог. Но даже из-за решетки Джулиан Асанж продолжает публиковать новые порции компромата. Неожиданную поддержку он получил от властей Австралии, которые раньше грозили ему судебным преследованием. Глава австралийского МИДа только что заявил, что в утечках секретной информации виноват не Асанж, а сами Соединенные Штаты. Андрей Мельников следит за развитием этой скандальной истории. Заявив о своей невиновности в суде, Джулиан Асанж сегодня уже успел отвергнуть обвинение в свой адрес и через прессу. В комментарии газеты «Астралииан» он подчеркнул, что от публикации на сайте Викиликс еще ни один человек не пострадал, а вот из-за действий США в Афганистане и Ираке за последние месяцы погибли тысячи людей. Свой арест Асанж считает следствием заговора американских спецслужб. Его адвокат активно поддерживает такую версию. Мы снова подадим прошение об освобождении Асанжа под залог. И судьи увидят, что все больше людей встают на его защиту. Многие люди верят в его невиновность, как и я сам. Все обвинения являются политически мотивированными. Британская пресса на все лады сейчас высмеивает прокуратуру Швеции, выдавшую международный ордер на арест основателя сайта Викиликс. Судя по заголовкам газет, основанием для судебного преследования стал всего лишь тот факт, что Асанж в определенных обстоятельствах не захотел воспользоваться противозачаточным средством. В результате две женщины обвинили его в изнасиловании. Власти Швеции, естественно, отрицают, что арест Асанжа – это попытка остановить публикацию секретных документов. Я не нашла никаких признаков заговора в этом деле. Такая теория много раз всплывала в ходе расследования, но она ничем не подтверждается. Сайт Викиликс, несмотря на арест своего основателя и вдохновителя, продолжает выдавать новые порции конфиденциальных документов. В газете Guardian опубликована дипломатическая переписка, из которой явствует, что ливийский террорист Меграхи, организатор взрыва американского авиалайнера на Длокербе, был освобожден в Британии под угрозами Каддафи. Представитель Госдепартамента, чьи секреты всплывают на Викиликс, не исключая, что США тоже предъявят обвинение Асанжу, но пока они ждут, чем кончится дело в британском суде. Что касается ареста Джулиана Асанжа, это дело Великобритании и Швеции. Соединенные Штаты пока никак не причастны к этому процессу, хотя мы по-прежнему осуждаем то, что делает Асанж и Викиликс. А у российского МИДа разоблачение Викиликс вызвали сильное удивление и недоумение. Из публикации в Гарден стало известно, что НАТО подготовило план защиты балтийских стран от агрессии со стороны России. То есть руководство Альянса публично называет Россию другом и партнером, но втайне считает ее потенциальным агрессором. Честно говоря, мы, мягко скажем так, дипломатично озадачены такого рода информацией, потому что у нас появились вопросы, которые нам придется задать. Как это соответствует итогам Лиссабонского саммита России-НАТО, где сама НАТО сказала, что она не угроза для России, и что она считает Российскую Федерацию стратегическим партнером. То есть как тогда может существовать план обороны от стратегического партнера? В последние дни многие деловые партнеры Викиликс, концерны Виза и Мастеркард, платежный портал PayPal прекратили сотрудничество с сайтом, как предполагает агентство ФП, под давлением со стороны США. Сторонники Асанджа тут же ответили на это хакерскими атаками на порталы соответствующей компании. Так что сейчас вокруг Викиликс в интернете разворачивается маленькая война.